Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы играем в игрушку Лего Сити Андеркове. Заказная игрушка Ярославом Кирюхи нам заказана была, и сегодня мы поиграем в неё. Надеюсь, что... Кстати, настройки у меня стоят по графику хорошие, и есть вероятность, что у меня может тормозить, потому что, как вы знаете, видеокарта у меня начала барахлить. Давайте начнём новую игру и посмотрим, так это или нет. Так, я тут уже тестировал, собственно, игру по управлению настраивал, ну и так далее. Надеюсь, управление не сотрётся от этого. Да, показывать субтитры, конечно. Хоть там озвучка и русская. Я предпочитаю субтитры видеть всё равно. Говорят, что эта игра на GTA Дэш похоже. Пока что всё, что я в ней увидел, мне всё нравится, за исключением долгих загрузок. И вот эта загрузка не является исключением. Так что, чик-чик. Ну, наконец-то. Моя любовь. Дубляж хороший, кстати. Озвучка на русском. Ну, ролики, правда, в не очень хорошем качестве. Два года проторчать в такой дыре, но я смог набраться опыта. Стало мне непроворнее. А что же заставило тебя вернуться, Чейз Маккейн? Давнее знакомство. Обещание. Долг чести, который я должен вернуть. Да нет, работа или отдых. Это для учёта нужно. Кто знает. Как повезёт. Да, но мне нужно поставить хотя бы один крестик. О-о-о-о! О-о-о! О-о! Кто любит тебя вечно! Только такой старый морской волк, как я, может так чудно войти в порт. Очень чудно. Очень чудно. В очень надёжных руках, да, да, конечно. Мэр Глиссен. Спасибо тебе большое, что вернулся, Чайси. Знаю, это голос тебе нелегко. Менять паспорт не хотелось. Да, хорошая озвучка, да. Ладно, перейду прямо к делу. Бешеный Рекс сбежал и бесчинствует в Лего-Сити. Что? А что с Натальей? Не беспокойся, мы за ней приглядываем. Мне надо поговорить с ней. Я узнаю ее номер. Но если ты действительно хочешь помочь Наталье, разыщи Бешеного Рекса и упрячь его за решетку. Еще раз. Чайси, город захлестывает волна преступности. Правда? Да, смотри. И я уверена, за всем этим стоит Бешеный Рекс. Его поездку я могу доверить только тебе, Чайси. Давай в участок и поймай Бешеного Рекса. Да, юморок тут, конечно, есть. Глава 1. Новый друг научит, а старый не друг проучит. Ну да, управление такое, вот как вы видите. Только вот нельзя поворачивать камеру мышкой. И мне долго на это смотреть? Так. Вот камера вроде показывалась сюда. Это может что-то означать или нет? Ага. А почему не левую кнопку? Мыши. Вообще управление здесь другое. Не то, что в GTA. Кстати, ничего не тормозит. Значит, игру можно записывать. Что ж. Отлично. Игру мы можем записывать. Ну, как ехать? А, на пробел. Так. А назад как ехать? Я забыл. А, вот так. Вот так, вот так. На К. На К английскую или на Лу. Или Л русскую. Надеюсь, вы поняли. Что-то непонятного-то. Да, мир Лего. Когда-то я давно. Мне очень нравился Лего. У меня был... У меня был целый ящик. С детальками от Лего. Ой-ой-ой. Только не потормаживай. Ой-ой-ой. Управление машины тут вообще не такое, как в GTA. Совсем не такое. Да. Подтормаживание есть. Но это видеокарта все. Походу. Короче, едем туда, куда показывают эти зеленые монетки. Извините, я болею просто. Кузена заразил. Опять. Так, а я могу, значит... Блин, как и неудобно ездить здесь, честно. Давай, я хочу разбить этот ящик. Да ну, не хочу сбивать людей. Фиг с ними, просто. Просто фиг с ними. Ахахах. Просто едем и... Едем за этими монетками и все. Вообще без проблем. Скорая помощь, блин. Но эта игра не тормозит так, как GTA. Значит, мы можем ее записывать. О, оправдывается. Блин, вот как... Как так можно управлять? Это ж неудобно. По-моему, мне что-то кажется, что игра под геймпады заточена, а не под клавиатуру. Все, приехали. Ездить неудобно, капец, конечно. Музыка, кстати, в меню хорошее. Вот, эээ... Если хоть... Вот GTA, если хочется вот эти записывать, Defintive Edition, то там придется понижать графику, походу. Но если понизить графику, то это уже какой Defintive Edition-то будет? Но, походу, нет других вариантов. Легенда? Его знают все. Он знаменитый, что ли? Да? Он пролез вообще в дверь или нет? По-моему, пончики-то выше были. Алло? Наталья? Ч-Чейз? Да, это я. Ты как там? Разряд? Ты думаешь вообще, что творишь? Мне нельзя звонить. Я нахожусь под программой защиты свидетелей. Я волновался. Рекс бежал. Вдруг он решит отомстить тебе? Знаю, но я ему не нужна. Сам шеф полиции сказал мне, что Рекс бежал с города. Что? Мэр только что сказал мне, что он здесь. Что? Может я... Эм, да. Лишь бы у меня не было проблем. Моя проблема это ты и вся эта каша из-за тебя. Ты где сейчас? Незачем тебе это знать. Мисс Смит, подойди к тебе, ты справа в больнице милосердия. В больнице милосердия? Нет. Да. О, вот и узнал. Кто такой вообще этот Рекс? Мы не знаем, как он выглядит. Шеф заметил, что это сегодня новая причастка. Ради такого можно и в парике походить. Да, как им восхищаются все, блин. Но это не мне кричат Фрэнк. Я же не Фрэнк. Я волнусь, лестницу. Забыл воды налить. Вереченка. Фрэнк, ты уверен, что это безопасно? Конечно, это... А, этот забыл уже. Да, небезопасно. Серьезно? Все так просто? Он подчинил компьютер танцами. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Неплохо. Пойду искать его. Хе-хе-хе-хе-хе. О, если груз застопоришься, я помогу. О компьютерах я знаю все. Компьютерах. Да, я знаю. А, компьютерах. Чей сайда в подвал. Моя лестница, я мою лестницу. Понял, госпожа. Я проведу брифинг по делу Рэкса, но повторяю, он уже далеко отсюда. Достала уже. Заставила меня нанять какого-то непонятного иностранца. Чейз Маккейн? Дамби? Новый шеф полиции? Хоть и не я дал тебе эту работу, Маккейн, но мои приказы тебе придется выполнять. И вот первый, журуй в подвал и найди себе форму, понял? Вы что, старые друзья? Мидо, ты не забыл положить НЗ на мой стол? Не забыл? Я в свой кабинет. Через 10 минут брифинг по делу бешеного Рэкса. Хотя, скорее всего, он уже за 3-9 семи лет. И не беспокойтесь меня! Хе-хе-хе-хе. Суровый какой, блин. Да, сегодня у него хорошее настроение. Давай, достанем тебе форму. А вот и наш подвал. Сейчас я тебе все покажу. Какой-то он огромный. Ну, что ты не идешь, давай, иди, блин. Там сидит Чак. Он занимается распределением тачек. Новичкам можно пользоваться только одной моделью. Но если ты проявишь себя в лучшей стране, сможешь гонять и на многих других. Да? Фрэнк, а на сколько лет ты можешь гонять? Ну, по-моему, нам пора двигаться дальше. А, вот сюда. Че за ерунда? Монстр, может быть, это тот шеф полиции? Монстр. Но нет, наверное. Утром завезли новую форму. Пойдем, поищем ее. Когда я только начинал, мне достался бэушный комплект. Но я смотрелся в нем очень даже ничего. Собираем монетки. Может быть, на них покупать что-то надо будет. Я не знаю. Я эту игру не видел. Сюжет не знаю. Че в чем закончится, не знаю. Так, и что делать-то надо? А, F2 нажать? А, это настройки управления. А, вот так надо делать. Что ж, вы сразу не сказали, что их ломать надо. А, я опять забыл кнопку. Он еще и не только коп. Он мастер на все руки, черт возьми, блин. Так, дальше-то что? Грейс, этот... Блин, я не успел прочитать фамилию. А, вот так. Во, хорош. Так, я че-то не понял, наверх? Эли, ты на месте? Фрэнк Медок, ты что ли? Ну, я так понял, здесь не совсем то, чтобы как бы, да. Потому что Лего это же все-таки детское такое. Видимо, никаких убийств, ничего такого здесь не будет. Да, я не знал, что ты тут. Я не знал, что ты тут. Мы ж только что говорили. Привет. Я Чейз. Да. И это тот парень, о котором ты рассказывала. Чейз Маккейн! Ну, приятно познакомиться, Чейз Маккейн. Мой дядя Дюк рассказывал о тебе и о Рекси, которого ты упрятал за решетку пару лет назад. Правда? Да. Ты не думай, тут в участке некоторые в курсе, что всю работу проделал именно ты. Ух ты. Это полицейский коммуникатор. Фактически твой старый телефон, но с кучей новых полицей. Например, я смогу узнавать, что ты делаешь. Для начала тебе нужно подсоединить его к главному компьютеру в пакет. Мидок, поможешь Чейзу разобраться ради меня? О, умничка. Чейз, как только подсоединишься, я тебе позвоню. Так, куда дальше? Давай. Опять к этому компьютеру идти. Как его открыть? Это или это? Соединение установлено. Идет синхронизация. Выполнено. Один процент. Эх, компьютеры. Эй, Френ, кто-то должен разбудить шефа. Я слишком много работаю. Второго увольнения мне не вынести. Все равно я не хотела идти на этот брифинг по делу Дэшиного Рекса. Ключ от кабинета у тебя. Я же все еще держу его в руке, так ведь? Нет. О, значит я потерял его. Выполнено. Сто процентов. Я помогу тебе найти его. Чем скорее шеф проснется, тем быстрее я смогу заняться настоящей работой. Спасибо. Что-то я не вижу там никаких ста процентов. Ну и как нам фотографировать подозреваемых, если камеру не найдем? Коберек что ли засовывать? О. Почему бы и нет? О, знакомый голос только что был. Точно этот же актер озвучивал черепашку ниндзя Микеланджело в мульте... В черепашках ниндзя 2012 года, которых я смотрел. Как... Как... Какой кнопкой? Этой? Эй, Чейз, твой коммуникатор заработал? Да. Но теперь я должен помочь Фрэнку найти ключ. Не беда. Я перепрошила твой коммуникатор и добавила функцию сканера. И теперь ты сможешь найти то, что нельзя увидеть невооруженным глазом. Например, призраков. Сколько можно повторять? Это было твое отражение. Спасибо, Элли. Эти страшные выпученные глаза. Куда туда надо? Кхе-хе. Если ты за пончиками, то они... Собираешься разбудить шефа? Давай. У тебя появится возможность поиграть в игру «Шарахни по улю» и получи конфет. О, ха! Это игра одна из моих любимых. Я уже играл в нее раньше. Правда, думал, что конфеты будут вкусными. Но я ошибался. У меня от них почему-то весь рот опух. Уже того дня рождения не припомню. Если ты за пончиками, то они в кабинете шефа были. Так, причина аварии. Кольфрин хотел узнать, как долго он сможет ехать закрытыми глазами. Летев в окно дома, машина перевезнулась и приземлилась на полу. А, поэтому следую, все понял. Я хочу досложиться до капитана. Опа. Тут что-то есть. А, он огромный, оказывается. О, землетрясение сейчас устроим. Нет, не помогает. Попробуем немного пошуметь. Громко. Давай, просыпайся, шеф-зверь, блин. Ну, на что тебе сдался этот бритер? Да сколько можно уже, я ж больше не могу. Ладно, построим что-нибудь. О! Я только на секунду прилег, на минутку, на часик. Ого, это снова ты. Ладно. Все на припинг, немедленно! Хоть бы пончик отклеил от себя бы. Тихо все, и слушайте меня! Эй, Гарри, сколько кружек кофе ты уже выпил? Да, я знаю, о чем ты думаешь. Пять кружек кофе я выпил, или шесть. Ну? Короче, тебе уже хватит. Так, не буду тянуть кота за хвост. Мэр считает, что мы должны разыскать этого человека. Бесенную бюджу. А, вот как он выглядит. Ну, и гигант. Три месяца назад Рекс умудрился сбежать из тюрьмы на острове Альбатрос. Как неизвестно, это не важно. А важно следующее. Вы должны немедленно... Найти его, да? И запишите это себе. Дальше. Первое преступление бешеный Рекс совершил уже в шесть лет. Мать честная, как в этом возрасте можно додуматься до такого? Ну, это эллибентарно, Ватсон. Ватсон. Дело сдвинулось, когда у нас появился тайный свидетель. Но тайным он был, пока кто-то абсолютно случайно не проболтался. Показания Натальи позволили нам арестовать Рекса. Он пытался сбежать, но по глупости сделал это на газонокосилке. Глуши свою газонокосилку! Его ключевой ошибкой было то, что он недооценил того, кто арестовал его! Меня! Если за ростом преступности стоит Рекс, то его нужно снова упрятать за решетку. Но! Кто бы за этим ни стоял, ему не уйти! Камеры наблюдения установлены во всех ключевых точках. В музее, в усадьбе Форреста Блэквилла и, конечно, в банках. А, что там? Э, а, брифинг окончен! Все живо в банк! О, можно один вопросик, шеф? Конечно, нет. Так, наверное, на сегодня закончим. Сейчас вот эта загрузка пройдет и остановимся на этом пока. Но прямо сейчас скажу, что всем спасибо за просмотр. Игрушка мне начинает нравиться. Мы ее обязательно продолжим. Ну, а на сегодня все. С вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok